Всем привет! Я рада приветствовать вас на четвертом выпуске Ваши лица. Сегодня мы будем делать макияж для девушки Светланы. По крайней мере, я так думаю, что ее так зовут, потому что в письме она не представилась, но письмо пришло от Светланы, поэтому будем делать макияж по этому фото. Если вы не видели раньше эту серию, то напоминаю, что макияж я буду делать сугубо схематически с помощью программы для ретуши фотографий. В основном цель этих видео заключается в том, чтобы оставить комментарии по фото, советы какие-то по выполнению макияжа, а не выполнить реальный макияж, что, соответственно, по фото сделать, конечно же, невозможно. Давайте приступим. Значит, начну, как обычно, я с овала лица. Что касается овала лица, то здесь, что я вижу, немножко более широкий лоб по сравнению с острым подбородком. Я бы сказала, что это практически не бросается в глаза, то есть сильной коррекции здесь не требуется. Но, опять-таки, если есть желание, можно немножко добавить. Я бы здесь прошлась даже бронзером, а не корректором, вот по этой части лица, для того, чтобы визуально выровнять. Вот вы видите, подбородок заканчивается вот здесь, вот в этой точке. И вот если провести линию наверх, вот здесь у нас должна заканчиваться коррекция. Тогда и получается, что мы видим вот здесь вот этот овал, а все, что за границами овала, как бы визуально скрывается. И интенсивность мы здесь поубавим, естественно. Ну, как-то приблизительно вот так бы я это оставила. Что касается коррекции остального лица, то здесь я бы уже на этом остановилась. Что касается бровей. Здесь я вижу классическую такую форму брови, которую очень много девушек себе делают. И это брови, которые больше напоминают запятые. То есть в этой части идет довольно массивная такая бровь. И потом она поднимается в такую, как бы в хвостик такой, как запятая. Вот здесь это видно еще ярче. Вот, то есть видно вот эта часть довольно широкая. А дальше идет такая дуга, и получаются такие брови запятые. Сейчас такая форма брови абсолютно не в моде. И если в целом говорить о бровях, то здесь не бывает правильно-неправильно. С бровями это всегда дело моды. Сейчас в моде более прямые брови, более широкие брови. Когда-то были тонкие ниточки, до этого были бровки домиком модно. Ну, в общем-то, что касается конкретно сегодняшнего дня, то сегодня модна более прямая широкая бровь. И если работать уже с тем, что есть, я сейчас покажу приблизительно, что бы я сделала для того, чтобы ее скорректировать. Здесь уже я бы порекомендовала работать каким-то гелем для бровей или помадками для бровей довольно насыщенными. То есть здесь нужна именно уже коррекция. Что мы можем сделать с такой бровью? Вот видно, что сверху она идет, в принципе, нормально. Снизу же у нас есть вот этот вот такой вот залом. То есть идет она нормально, идет прямая, потом оп, она поднимается вверх. И вот для того, чтобы скорректировать такую бровь, нужно вот именно вот эту часть либо заштриховать каким-то косметическим продуктом, либо, соответственно, отрасти здесь волоски. Если волоски здесь не отрастают, то постоянно нужно просто это корректировать. И я вот буквально чуть-чуть ее вот здесь заштриховала, и уже видно, что бровь превратилась в то, что сейчас модно, то, что сейчас в основном девушки носят. И то же самое мы сделаем здесь. С этой стороны чуть-чуть мы подкорректируем и выведем ее именно в такую прямую бровь. Ну, а теперь я возьму побольше кисти, просто немножко ее еще заштрихую, чтобы было видно. И сделаю еще больше, подровняю форму. И на этом, я думаю, что, в принципе, уже с бровями можно и закончить. Естественно, не обращайте внимания, что цвет карандаша здесь не очень подходит, но у меня в программе я работаю только сугубо с тем, что у меня есть. Я не могу здесь изменять особо цвета. Но, тем не менее, давайте дальше пойдем. Переходим к глазам. Что я вижу по глазам? Здесь есть асимметрия. Вот эта века намного более нависшая, чем вот эта. Здесь мы, в принципе, хорошо видим подвижное веко. Здесь же его не видно, вообще практически не видно. И также глаза немножко выпуклые, то есть вот эта вот часть очень ярко выраженная, что здесь, что здесь, что на правом, что на левом глазу. Стрелки на таких глазах я не рекомендую делать, разве что совсем маленькие. И то, в принципе, с такой асимметрией это не имеет смысла, потому что на этом глазу даже маленькую стрелочку будет видно, что она есть. На этом глазу она вообще потеряется. И если рисовать здесь стрелку по неподвижному веку, лицо все равно у нас не статичное, поэтому каждый раз, когда веки будут двигаться, эта стрелка будет гулять туда-сюда, поэтому стрелки я здесь вообще не рекомендую. Что касается того, что можно сделать тенями, то давайте я вам покажу, как бы я построила здесь макияж. Начинаю работать с нижним веком. И изначально прохожусь вот по вот этой зоне. И из-за того, что глаза достаточно выпуклые, здесь можно очень низко спуститься. Ну, естественно, не до этой зоны, но достаточно низко мы себе можем позволить спуститься, и это будет выглядеть нормально. Сейчас я сделаю побольше интенсивно, чтобы вам было видно. И в первую очередь строим макияж на более проблемном глазу. Здесь какие-то сильно там формы изощренные я бы не делала. Достаточно просто вот так вот, такую круглую форму макияжа сделать, но чтобы она скрывала вот это нависание вот такого вот рода. Слегка растушую то, что было сделано здесь. И сейчас пройдусь оттенком потемнее. За счет вот этой формы мы поднимаем глаз. И в то же время темные оттенки, они скрывают вот эту асимметрию и скрывают нависание века настолько сильное. Вытянутую форму в макияже я бы здесь не делала, потому что глаза, в принципе, достаточно круглые. И можно вытянутую сделать, конечно, если очень сильно хочется, но я бы вот какую-то вот такую бы сделала форму макияжа. И опять растушевываем. И опять-таки, что касается цветовой палитры, то я бы здесь придерживалась именно вот таких вот нетемных цветов. То есть не надо делать слишком насыщенные какие-то смоки, а вот буквально вот совсем немножко вот такого корректирующего цвета, какого-то коричневого, какого-то серо-коричневого. И мне кажется, что глаза уже преображаются, при этом выглядят намного лучше. Что же касается этого глаза, то здесь мы делаем абсолютно то же самое, просто с зеркальной симметрией. И если здесь не видно абсолютно ничего, что происходит на подвижном веке, то здесь мы просто используем те же оттенки, но начинаем их строить уже и на подвижном веке тоже. Здесь просто этого не будет видно, это будет видно, если глаза опустить. Здесь же это будет видно, но в то же время из-за того, что будет такая вот зеркальная симметрия, мы будем видеть, как будто глаза полностью одинаковые у нас. И вот о чем я говорю. Видите, здесь вот макияж я строю по такой же абсолютно схеме. Единственное, здесь вот я прохожусь и по подвижному веку, и по неподвижному веку. И мне нравится, что получается. Что касается того, что наносить на подвижное веко здесь, то особо роли не играет. Любой оттенок светлый, который нравится, лучше матовый. Конечно, с такими асимметриями матовые тени, это ваши лучшие друзья. Поэтому вот какой-то светло-абрикосовый цвет, какой-то может быть светло-светло-розовый, не болезненно-розовый, а именно такой освежающий розовый. Вот такие матовые оттенки здесь впишутся идеально просто. Что касается общего тона лица, то здесь я вижу красноту в центре лица, то есть более такой розовый нос и более розовые щеки. Это обязательно нужно корректировать тональной основой. Если нет желания наносить тональную основу на все лицо, можно просто консилер наносить на центр лица, вот буквально на эту зону, и убирать вот эту красноту. И также с такой особенностью нужно очень осторожно относиться к румянам, потому что если наносить румяна на яблочке щек, что считается как бы классикой, то вы вернете вот просто себе вот эту вот красноту, которая есть. Поэтому наносите румяна более нейтральных оттенков и вот сугубо на скулу. А вот эту вот зону нужно корректировать, чтобы не было такого вот воспаленного эффекта в центре лица. Что касается красноты, опять к этому вернемся. Вот я здесь нашла такую штуку, это как румяна, но они здесь отлично работают в плане высветления лица. И я могу с помощью этих как бы румян убрать вот эту красноту. И вот как только я ее убираю, намного лучше все начинает выглядеть. И что касается того, какие румяна сюда подойдут, то, как я и сказала, это какие-то нейтральные средние тона. Вот видите, я только выбираю какой-то красный, выглядит это сразу очень плохо, потому что вот эта краснота с центра тоже такие румяна сразу вытягивают эту красноту. А вот если я беру что-то такое больше похожее на бронзер, то наоборот, мне кажется, что это делает лицо более таким естественным, более живым и ни в коем случае не воспаленным. Что касается губ, то здесь в принципе качество фото не дает хорошо рассмотреть, как здесь формируется верхняя губа. Верхняя губа немножко меньше, чем нижняя. И я не могу точно по фото разобрать, насколько четко здесь выражен контур. Но мне кажется, что не слишком четко, поэтому можно совсем слегка добавить здесь контур, обвести и немножко добавить больше, чтобы губы казались визуально больше. Я хочу сегодня сделать что-то поярче, может быть не настолько яркое. Но сейчас вот я закончу с обводкой, и тогда определимся с цветом. Вот, я выбрала вот здесь вот такой вот красно-ягодный, наверное, оттенок, и совсем слегка добавила по контуру губ, и мне кажется, что этот вариант сюда отлично вписался. И по традиции давайте оценим, что было сделано. Сейчас вот вы видите, я убираю все, что было сделано, и мне кажется, что лицо становится намного более грустным, то есть вот так вот все черты лица как-то как будто поднимаются вверх, а вот так вот сразу опускаются. Мне кажется, такая форма брови тоже намного больше идет, и в плане макияжа, то он, конечно, очень хорошо корректирует все черты лица, особенно хорошо корректирует он асимметрию глаз. И, в общем-то, на этом я буду заканчивать это видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. Если хотите поучаствовать в этом проекте, то в описании под видео вы найдете все условия, как нужно присылать свои фотографии. И увидимся с вами в следующих моих видео. Пока! Меня очень многие просили показать, как я их сделала, и мало того, что они выглядели очень классно, так они еще очень-очень вкусные. Еще рассказать еще тоже про один сериал, который я нашла, который меня очень сильно впечатлил. За последнее время это, наверное, самое лучшее, что я смотрела. Но давайте начнем с косметики, потому что это косметический все-таки канал. И, конечно, это косметики, и т.е.